Например, ребенок будет, он всегда видит, что его родители намаз читают. Я знаю, например, семьи, когда родители требуют от своих детей, чтобы они молились, будучи молодыми, а сами родители не молятся, отец не молится, он с мамой своей молится, а отец там не смотрит, ему без разницы. То есть он все равно для сына, я считаю, как бы, пример является отцом. Даже если посмотреть Кур'ан, то мы видим диалог отца и сына часто встречается. Например, Лукман со своим сыном, Ибрахим своим сыном, Исмаилом, даже Нух своим сыном. Но нету диалога сына и мамы, в Кур'ане нету этого, есть диалог отца и сына. И именно если посмотреть, какой он диалог, он дружеский диалог. У нас всегда, ну, бывает некоторых народов субординация, отец, сын, не может стесняться. Отец должен быть другом для своего сына. Даже посмотрите, когда Исмаил задал вопрос, он сказал, и сказал, я увидел, когда отец сказал своему сыну, Ибрахим Алисину, извините, сыну, сказал, я бунайя инни ара фил манами анни ад бахук, фанзур мадзатара. О, сыночек, я увидел во сне, то, что я тебе приношу жертву. То есть Аллах мне приказал тебе принести жертву. Сыночек, как прекрасно он сказал сыночек. И потом он что сказал? Что ты на это скажешь? Как ты на это отвечешь? То есть он не взял его сразу, хотя это был приказ Аллаху, не повел его приносить жертву. Он с ним общается, сыном. Тогда Исмаил, алисалям, 8-9 лет было. И смотрите, ответ сына, он тоже не побежал маме жаловаться, или что ты мне говоришь. О, мой папочка, делай то, что тебе Аллах приказал. Инша Аллах, ты меня увидишь из числа терпеливых людей. Вот этот Аллах показывает диалог для нас, именно какой должен быть между отцом и сыном дружеский. То есть отец не только должен быть для своего сына, как отец, он должен быть другом, близким, которому он может всегда подойти к нему, посоветоваться, что-то постесняется спросить у мамы, у отца спрашивать. То есть такой вот диалог должен быть. И именно, аль-хамду-ля, если дети будут воспитаны вот в таком вот дружеском сфере своими родителями, в поклонении Аллаху, Субханалу, или не так там под затыльник даем, пойдем намаз читать. Нет, он может быть пойдет намаз, но он будет не ради Аллаха читать, а он будет бояться тебя, отца, и поэтому не так заставляет. Сыночек, как я тебя люблю, как мы с тобой прекрасное время провели. Я также хочу с тобой вечно быть в раю, в джаннате. Но ты знаешь, мой дорогой улым, что в джаннат попасть, нужно намаз читать. Без намаза мы в рай не попадем. Давай вместе намаз почитаем, чтобы мы с тобой вместе в раю тоже были, как и в этой дуне. Но в такой атмосфере, аль-хамду-ля, конечно, он будет, иншаллах, и дома получать эту подпитку, иншаллах. И да, Аллах, Субханалу, некий такой будет стержень, дабы не сбиться потом в школе. То есть он должен будет потом своих одноклассников призвать к добру. Не его одноклассники призвать к плохому, а он должен призвать к добру.